итак дорогие друзья всем добрый день вчера не было урока но сегодня слава богу есть и мы продолжаем сегодня 100 урок сегодня сотый представляете сотый урок да мы уже прям реально двигаемся двигаемся и так я сегодня лечу в казахстан поэтому очень быстро и сейчас опять его проведу и завтра не знаю как смогу яков шатадин всем привет завтра не знаю смогу ли вообще его провести а сейчас нас сотый урок сотый урок и значит с восьмого отрывка очень прямо таки на три отрывка зато сегодня я очень хорошо подготовился слава богу будет интересно так сейчас секундочку значит а сейчас я хочу сделать вот так так все собираются шалом все секундочку значит воикра 2 секунды часа хочу просто дать вам перевод вот вы знаете сегодня я написал именно написал перевод вот этого отрывка и увидел я в очередной раз что если читать русский перевод вот который есть обычно то он вообще не адекватный этот русский перевод вот вообще неадекватный значит давайте посмотрим настоящий перевод в котором уже вложены тот смысл который есть в это в этом отрывке и так Значит, восьмой отрывок такой. Хохмат Арум Авин Дарко. Вейвелет Кселим Мирма. Значит, дословно переводится так, что мудрость, хохма мы знаем, это мудрость. Мудрость, но именно аксиомы, мудрость аксиомы. То есть этот мир построен по определенным законам. По определенным законам. И, значит, вот эти вот законы, главные законы, да, которые Бог установил, он установил всю эту вселенную, все мироздание на каких-то основах, есодах, да. Значит, вот эти вот аксиомы называются хохма. Теперь, вообще, Бог сообщил хохму, вот эту божественную мудрость. Он сообщил ее в Торе. То есть Тора это была чертеж мира. И дальше он передал этот чертеж мира Маше Рабейну, Моисею. И он передал еврейскому народу, да. Этот чертеж, как бы матрица, по которой был создан мир. Теперь, человек это, мы знаем уже, да, что человек это по образу Бога создан. То есть в нем есть физическое, материальное такое тело. В нем есть нефеш, животная душа, которая управляет этим телом. Инстинктивное такое программное обеспечение. В нем есть намерение, руах, которое двигает человека. И есть божественная душа, которая является, является как лучом этим от Бога, Творца, Создателя Мироздания. Есть интеллект, это компьютер, программное обеспечение, которое всей этой системой управляет. Так вот, есть такое свойство ума, люди такие есть, называется Арум. Арум это хитрый. Значит, знание хитрого Авин Дарко, он понимает свой путь. Авин, мы знаем, что слово Авана, Бина, это понимать вещь из вещи, логика. То есть хитрый человек, он вдумывается, как все работает, и он хитрый, даже если ему не сообщил Бог, как все устроено, то есть он не знает Тору, да? Но он может додуматься до многих вещей самостоятельно. Как когда-то Авраам Авину, про отец Авраам, он додумался до всей Торы, представьте, он додумался до всей Торы, сам дошел, и он соблюдал все заповеди еще до дарования Торы. То есть у него был такой мощный его интеллект и такое желание приблизиться к Богу, что он постиг всю Тору еще до дарования Торы. Так вот, бывают такие люди, я, например, сейчас изучаю книгу Рэй Далио, умнейший человек, вообще нереально. Вот он говорит, я всю жизнь исследовал, как работает жизнь. То есть у меня было главное желание понять, как оно все устроено. Я анализировал все свои неудачи, удачи, успехи, анализировал неудачи, успехи других людей, и я вывел вот такие-то законы, да. Я сейчас его изучаю, вообще идеально. Например, есть Мишнаф Пертеавод, в которой Раби спрашивает, какой путь выберет человек себе в этом мире? Эзи и Дерак Ешарак, какой путь прямой, что выберет его человек, спросил Раби, Раби Уда Наси. И он ответил, Кольши и Тиферек Леосея, каждый путь, который прекрасен для человека, то есть для его личного понимания, счастья, да, как он хочет. «Веттиферек Леомена Адам» и прекрасен со стороны других людей, то есть хорош для общества, для людей, которые его открывают. И этот Рей Далио, он говорит, вы знаете, говорит, вот после моих всех жизненных наблюдений, я понял, что первое, общество двигают индивидуумы, которые двигаются из-за своих эгоистичных личных желаний, то есть у них есть какие-то желания, цели, но выигрывают только те, чьи цели помогают обществу. И если твое личное желание помогает обществу получить какую-то пользу, значит при сложении вот этой амбициозной личной цели и пользы для общества появляется огромный какой-то успех. Это вот он додумался своими наблюдениями, своим умом. Здесь нам сказано так, что хохмат, давайте еще раз посмотрим, значит, вот эта вот мудрость хитрого, она откуда приходит? Авин, он понимает, он вдумывается в свой путь, то есть он не делает, а, там, от вольного, он размышляет, анализирует. Теперь, в Ивелет Ксилим Мирма, а сам Ивелет мы знаем, что есть грешники двух типов, есть грешник тип Ксиль, Ксиль это который знает правду, но нарушает, потому что его вожделение, его, ну, его вожделение, они сильнее, чем его интеллект, и он не может не нарушать, он хочет грешить. Теперь есть Ивел, Ивел это наоборот, который сомневается в Торе, то есть он говорит, это неправда, он такой стептик, Бог неправда, добро неправда, там, заповеди неправда, все это ложь, он, он Ивел. Теперь, но тут интересно используется, да, написано так, что стептицизм Ксилим, вот этих вот стептицизм грешников по вожделению, он обман, мирма. Теперь смотрите, как это соответствует. Когда грешник по вожделению, он говорит себе сам, да ну, может это все неправда, и настолько вот он себя обманывает, то есть ему, чтобы согрешить, написано, что человек не грешит, а человек грешит только, если в него вселился дух глупости, то есть, когда человек уже знает правду, ему для того, чтобы согрешить, нужно себя обмануть, сказать, что это не грех, сказать, что, а может это неправда, но по факту Ксиль, он знает, что это правда, и он использует стептицизм для того, чтобы себя обмануть. Понятно, да, идея? Теперь дальше, следующий отрывок. Следующий отрывок у нас такой. Следующий отрывок у нас такой. Давайте еще раз посмотрим. Следующий отрывок, девятый. Девятый отрывок такой. Значит, дальше нам объясняется, что есть у человека, как мы уже знаем, да, внутри есть у него вот эта вот связь с Богом. У каждого человека есть божественная душа, есть связь с Богом. Теперь это очень тонкая такая вещь внутри, то есть, она практически непостижимая. Потом на нее одето намерение, дух человека, воля, его желание, куда он стремится, да, это намерение, руах. Дальше на человека одето нефеш, животная душа, это тело, которое выполняет, двигается, инстинктивное тело. Есть интеллект. Интеллект, интеллект, это аппарат, который запрограммирован разным опытом человека, разными знаниями, опытом, событием и так далее, который помогает человеку достигать то, что он хочет и избегать чего-то, что он не хочет. Да, это интеллект. Теперь нам говорится в девятом отрывке, что вот эти вот стептики, да, которые, они интеллектуальны, они против Бога. Но душа-то их за Бога, то есть душа-то, она все равно божественная душа. И они внутри чувствуют Ашам. Ашам это вина. То есть у них внутри, в сердце, у них все время где-то так, знаете, стучит, стучит. Вот, может, я что-то не то делаю, куда-то не туда иду, а может, я ошибаюсь, какая-то там тревога и так далее. Но они из-за того, что они скептики, их интеллект, он повернут на то, чтобы доказать, что Бога нет, и они их намеренно доказать, что Бога нет, идти против Бога, то они этот голос не слышат. Он внутри очень глубоко. У Бен и Шарим рацион, а между людьми и Шарим. То есть есть скептик, а есть Яшар, это они две противоположности. Прямой человек, это тот, у которого просто от природы он такой цадик. То есть у него внутри все настроено на Бога, Бог добро, он такой прям порядочный. Прям вот у него это естественно, это его природа, да. И у него из-за того, что у него такая природа, у него внутри все время такая радость. То есть они такие могут быть, неважно, там они успешные, неуспешные по каким-то внешним параметрам. Человек, который прямой, вот у него внутри полностью, он честен с собой, у него нет противоречий с собой, он идет по путям правды, и у него это естественно получается. У него внутри, значит, внутри у него рацион желания, то есть у него желание, которое совпадает с желанием Бога, и у него все отлично. Понятно, да, идея? А вот эти вот скептики, они все время чувствуют, что там не так, и они против всего, они даже против себя могут выступать иногда. Теперь и десятый отрывок. Десятый отрывок как раз нам и объясняет, как это работает, что лев юдеа марат навшо, что сердце человека, оно знает горечь души. И в радости не участвует чужой. Что имеется в виду? Что вот эти вот внутренние ощущения, как горечи, так и радости, они очень тонкие, они очень тонкие, и они извне, они особо не чувствуются и непостижимы. То есть человек для того, чтобы услышать себя, свое сердце, он должен как минимум научиться внимания свое направлять на себя. Здесь есть несколько практик, которые используются в иудаизме, людьми религиозными, которые хотят реально услышать Бога. Используется несколько практик. Есть такие бресловские хасиды, у них есть очень важная практика, называется Идбодидуд. Они уходят на природу, обязательно на природу. Лес, вот лес у них, лучшее время, это лучшее место, это лес. И там они в лесу, час они разговаривают на своем родном языке, обязательно на родном языке. Они разговаривают с Богом, разговаривают с Богом о жизни, о себе. Они с Богом делятся всеми своими переживаниями, они просят у Бога своими словами то, что им нужно. Они просят у Бога хотеть хорошие вещи. То есть они беседуют, беседуют слух с Богом, благодаря этому, там, именно час они беседуют, именно на природе. И через вот эту практику они как бы соединяются со своим внутренним миром, потому что обычный человек, он все время, он все время, он рассеянный, его все время растаскивает окружающий мир, особенно когда ты находишься в городе, много сигналов, какие-то тут ходят, тут бегают, тут какие-то люди, тут какие-то, ну, то есть постоянно ты находишься в шумах таких, и ты не слышишь себя. Когда ты на природе. Первый вариант, это когда ты уходишь на природу. Это Идбадедут у бресловских хасидов. Второй вариант, это медитация. Когда ты, вот есть люди такие, которые, ну, реально они очень близкие к Богу. Они очень долго молятся. То есть у них молитва, например, обычный человек может помолиться и за 10 минут. А человек, который близкий к Богу, он может молиться и несколько часов, вот это главная молитва, Амеда, 18 благословения, когда он стоит, есть такие люди, они целый день молятся, да? Вот он стоит, и он каждое слово, он прямо, его он прямо соединяется с каждым словом. И он, когда вот так вот находится во внутреннем мире, и он, представляете, он так разгоняет свой вот этот вот внутренний такой фокус внимания и соединяет его с Богом. И тогда он, естественно, слышит, и что у него в сердце, и он слышит, и что Бог ему хочет сказать. Есть, интересно, такая мишна в трактате Брахот, что хасидим решением, хасиды древние, древние хасиды, это тех поколений, да? Они, значит, час готовились к молитве. То есть они час готовились к молитве, они час подготавливали себя, входили в это состояние, чтобы полностью сосредоточиться на своей связи с Богом, на молитве. Потом они час молились. И потом они час выходили из молитвы. И так три раза в день. Значит, Талмуд, который все выясняет интеллектуально, то есть Талмуд это изучение, изучение различных идей Торы, да? Идей Торы, постановлений Торы, изучение с разных сторон, чтобы максимально точно выяснить границы, как оно все работает. И Талмуд спрашивает, секундочку, это прямо в Талмуде написано, если они 9 часов в день молятся, как же они зарабатывают тогда на жизнь себе? Талмуд отвечает. Ответ на это, что тот, кто так умеет молиться, так вся его работа, она делается самостоятельно без него. То есть тот, кто на такой близости находится к Богу, ему достаточно одно слово сказать, и как в Шма-Исраэль нам два раза в день мы говорим, что если будешь служить Богу всем сердцем своим, всей душой своей, всеми силами твоими, то дам траву на скота, для скота на луга твои, соберешь ты свой хлеб, вино, оливковое масло, будешь есть насыщаться. То есть Бог нам дал обещание, что если мы на 100% преданные служим Богу, Бог о нас позаботится. Как в другом месте в противоте написано, что тот, кто принимает на себя ярмо Торы, именно ярмо Торы, не там, я принимаю Тору и пошел по своим делам. А ярмо Торы, это ты постоянно впрягся в Тору и пашешь. С того Бог снимает заботу о пропитании и бремя властей. Это так написано в Пертьевод. Так вот, теперь это, в Талмуд на этом останавливается, да, что они те, кто 9 часов молятся, в день, так у них вся работа, все для них выполняется с неба, все, что им нужно, Бог им дает. Теперь, но задают потом другие мудрецы, уже последующих поколений, задают еще один вопрос. Говорят, ну понятно, что они час готовились к молитве. Это понятно. Понятно, что они час молились, они поднимались на самые, самые высокие высоты духовного мира и соединялись с Богом. Тоже все понятно. Чем они занимались час после молитвы? Вот меня тоже, я когда-то этот вопрос увидел, и он меня дико заинтересовал. Я искал разные варианты ответов, нашел два ответа, которые мне очень сильно понравились, прям. У каждого мудреца, первый вариант ответа, у каждого мудреца есть своя картина мира, вот в которой он живет, вот он так видит. Причем Тора, есть 70 лиц у Торы, и даже мудрецы Торы, они могут видеть по-разному чуть-чуть мир. У них разные ракурсы, разные подходы, разная глубина, высота, ширина. То есть каждый человек живет в своем мире, и мудрец Торы, у него просто его мир, он более, как сказать, он знает о мире больше, чем знают обычные люди. Обычный человек знает, например, что есть 50 стран, а их на самом деле 200. А мудрец Торы знает не просто, что есть в мире 200 стран, в обитаемом мире, а он знает, как работает вся система. И у него вся эта система в голове. Теперь он ее изучил, он получил от Бога эту систему, и он молится, 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 и когда он вошел вот в это вот состояние близости к Богу, ему в этот момент от Бога открылось что-то, чего он раньше не знал. Так вот, час, те, которые так молились, час после молитвы, они, когда они что-то новое осознали, поняли и узнали от Бога, иногда приходилось перестраивать, пересчитывать всю систему, как это теперь согласовывается со всеми остальными принципами. У них была очень цельная картина мира. И вот он что-то понял в одном месте, и как это все теперь нужно перекаскадом пересчитать, как это все теперь меняет всю систему. Это первый был ответ такой. Второй был ответ, что каждый раз, когда они, вот, час входили в это состояние, час молились, они в этот момент, их разум становился Тагор Ваяшар, чистый и прямой. То есть, чистый и прямой, то есть, они, как бы, в этот момент соединялись полностью своим интеллектом с Богом, через молитву. И потом, когда они выходили из этого состояния, они, сохраняя вот этот вот чистый, ясный взгляд, они час размышляли над теми вопросами, которые перед ними стояли. В Торе, в жизни, в разные ситуации, то есть, они этим чистым взглядом, они просматривали свою, ну, свою картину мира, в которой они жили уже, более материальный мир. Вот такие два ответа. Что мы из этого можем для себя выучить и взять? Мы можем из этого выучить и для себя взять следующее. Что для того, чтобы услышать голос своей души и услышать голос Бога, очень важно молиться и после этого, после молитвы, размышлять о своей жизни. То есть, в этот момент, после молитвы, когда ты помолился, разум становится чистый и прямой. То есть, ты настраиваешься на Бога, ты вспоминаешь, что самое главное в жизни. Ты входишь в свое высшее состояние. Высшее состояние человека, это человек, который молится Богу, это человек, который с Богом вообще соединился и понимает, что есть хозяин у мира. И в этот момент, именно в этом состоянии, лучше принимать решения, думать над своими вопросами, жизненными и так далее. Все, дорогие друзья, вам хорошего, прекрасного дня. Завтра я в это время буду в Казахстане проводить тренинг, и я не смогу дать урок. Эйтан сейчас где-то находится в Саратове и на связь не выходит пока. То есть, было бы отлично, если бы или Эйтан появился, или Яков Шатадин сможет завтра, чтобы мы не прерывались, все-таки организовать какой-то урок, чтобы мы поучились, чтобы мы не прерывались. Потому что, очень важно, беспрерывное изучение, оно дает колоссальные результаты. Все, друзья, удачи, хорошего дня. Сделайте, пожалуйста, три вывода из сегодняшнего урока. Я делаю какие-то три вывода. Первый вывод я делаю такой, что, что нужно исследовать свои пути. И сейчас как раз месяц, месяц Илуль начался. Илуль – это месяц исследования своих путей и возврата к Богу. Это прямо, сейчас начинается месяц, когда надо прямо исследовать свои пути. Это первый мой вывод. Второй мой вывод, ну понятно, что лучше быть быть прямым, да, и чувствовать волю Бога. И третье, как нам объяснили, что очень важно медитировать, входить в это внутреннее состояние, молиться, то есть именно находить время, побыть с собой, не со своими проблемами, а с собой настоящим и усиливать свою связь с Богом. Вот три моих вывода. Жду ваши выводы. И удачи, успехов, прекрасного дня. Все, и хорошего месяца Илуль, и хорошей записи. Сейчас мы начинаем друг другу желать уже скоро Роша Шана. Роша Шана – это когда включается новый цикл в жизни, и это будет очень скоро, уже осталось меньше месяца. И мы желаем друг друга, чтобы нас всех записали в хорошие книги, и чтобы мы сами поднялись на… вернулись к Богу, вернуться к Богу – это вернуться к заводским установкам. Я желаю всем вернуться к заводским установкам. Все, удачи, успехов, пока.